Нечто из мифа о зомби-апокалипсисе. Мы созданы природой для того, чтобы выживать в этих условиях. Дворяне, чахотка, они лечились на курортах. Все тебе посочувствовали там на волне хайпа. Меня зовут Оксана Молодая, я афтезиатр-пульмонолог. На данный момент исследуются три вакцины от коронавируса. И параллельно, мне как афтезиатру, особенно это было приятно, изучались возможности БЦЖ. Вакцины БЦЖ, то есть вакцина от туберкулеза, она обладает способностью стимулировать неспецифический Т-клеточный иммунитет. Вот тех киллеров, которые воздействуют на вирусы и онкоклетки, пробовали использовать БЦЖ для борьбы с коронавирусом. Но, к сожалению, пока эти исследования далеки до завершения и пока таких вау-результатов не наблюдают. Как по мне, туберкулез. По второй своей специализации по рентгенологии я имею возможность отслеживать динамику. То есть люди, которые делали компьютерную томографию легких на старте, как только заболели, и в конце заболевания у многих, процентов у 70 больных мы видим выраженную положительную динамику. То есть изменения, которые были в легких, они в полном объеме рассосались, ушли, легкие остались чистыми. После туберкулеза, даже если поражение легочной ткани было минимальным, мы все равно видим рубцы. То есть эти люди на некоторое время остаются инвалидизированными. Во-вторых, коронавирус. Если организм достаточно силен, то он перенесет эту инфекцию, как обычное ОРВИ. Лечение займет 2 недели, ну максимум 3. Лечение чувствительного туберкулеза, то есть это самая благоприятная форма, занимает 6 месяцев. 6 месяцев интенсивной терапии, препаратами, которые тоже имеют определенный спектр побочных действий, плюс стигматизация. То есть одно дело, когда ты переболел коронавирусом, и через 2 недели ты здоровый, все тебе посочувствовали на волне хайпа. А другое дело, когда ты переболел туберкулезом. Даже самые прогрессивные граждане очень часто могут вот так вот дальше вешать ярлык. Раньше туберкулез, наоборот, считался болезнью интеллигенции. Не потому что крестьяне были не подвержены, а потому что никакая статистика не велась. То есть если крестьянин заболевал туберкулезом, ну бог дал, бог взял, там умер и все в порядке. А вот дворяне, чахотка, они лечились на курортах. Начиная с 70-х годов, когда была объявлена стратегия избавления от туберкулеза, и Советский Союз частично путем подделывания статистики, частично путем принудительного лечения, то есть все-таки добился снижения заболеваемости туберкулезом. И было объявлено, что вот еще там, ну как говорится, пятилетку за три дня, еще немного, и мы вот вообще избавимся, у нас не будет этой инфекции. И болеть не будут только тунеядцы, асоциальные и так далее. Вот повесили вот такой вот ярлык. Сейчас, как ни странно, распределение идет 70 на 30%, то есть 70% болеют социальные, вот, как правило, имеющие работу. 30% — это асоциальные слои населения по одной простой причине — развитая сеть неправительственных организаций и соцсопровождение. Практически каждый бомж для того, чтобы переночевать в ночлежке, обязан предоставить результаты флюорограммы. Его за это мотивируют. У социальных происходит другая ситуация. Когда человек, допустим, кашляет или чувствует себя не очень хорошо, он вот именно из-за этого ярлыка, что «ну я не такой, у меня не может быть этого», это не оно, это бронхит, это я курю. Не раньше, чем к концу года появится вакцина. Вирус — это частица, это фрагмент ДНК или фрагмент РНК, который встраивается в организм хозяина. И только тогда он может начать размножаться и функционировать. Поэтому и лекарства от любого вируса найти очень затруднительно, потому что нам нужно найти лекарства, которые воздействуют на частицу внутри клетки хозяина, не убив при этом клетку хозяина. Масштаб задачи понятен. Поэтому единственное, на что мы всегда надеемся при любых вирусных инфекциях, это на, в первую очередь, свой организм. Иммуностимуляторов, к сожалению, не существует. Единственным способом тренировки иммунитета — это является вакцинация. Она позволяет сформировать антитела. Закаливание лимон — это общеукрепляющие действия. Их смысл несколько в другом. То есть, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Естественно, наше тело заселено огромным количеством микроорганизмов-сопрофитов. То есть, это сопровождающие нас бактерии. Мы живем с ними вот в таком тесном симбиозе. Но часть из этих микроорганизмов, они условно-патогенные. То есть, когда происходят какие-то неблагоприятные факторы, стрессовые факторы, то есть, это может быть переохлаждение, это может быть какой-то стресс психологического характера, они, эти микроорганизмы, становятся для нас патогенными. То есть, наш организм не может справляться с их атакой. Так вот, общеукрепляющие факторы, то есть, закаливание, какие-то травяные настойки, правильный образ жизни, здоровый сон, занятия спортом — они стимулируют стрессоустойчивость организма. Во время стресса у нас выделяются гормоны адреналин и кортизол. Их задача — бей или беги. То есть, если вы можете, если перед вами стресс вызывает противник, которого вы можете одолеть, то это позиция — бей. И адреналин с кортизолом дают вам силы и устойчивость для того, чтобы бить. Если мозг оценивает противника как такого, что лучше бежать, то опять-таки эти же адреналины и кортизолы дают силы бежать. Но действуют они таким вот образом положительным, только если выделяются на короткий промежуток времени. Далее они должны метаболизироваться и вывестись из организма, и тогда вреда от них не будет. Если же человек находится длительно в состоянии стресса, адреналин и кортизол выделяются постоянно, вот тогда их задача перестаёт быть положительной, она становится саморазрушающей. Ежеводный минимум — это посещение семейного врача раз в год. Для чего? Общий анализ крови. Женщинам от 25 до 35 лет УЗИ молочной железы, и после 35 лет маммография, то есть это профилактика онкопатологии. Рентген, как ни странно, органов грудной клетки по показаниям. То есть есть анкета, которая выявляет риск туберкулеза, и это анкетирование проводит семейный врач. Мужчин старше 35 лет визит к урологу каждый год обязателен. Контроль сахара в крови — это тоже исследование, которое должно быть, потому что сахарный диабет у нас достаточно распространённая проблема. Кардиограмма — это тоже входит в ежеводный минимум. Это несложно, не больно. Ну и, естественно, общий анализ крови, общий анализ мочи раз в год. И, конечно же, раз в полгода к стоматологу, потому что зубы, да, несут тоже определённые риски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова